всем привет и заверят я пока прихожу в чувствовать делаю какие-то дела новые проекты новые задумки сегодня съездил дедушки с бабушкой камеру с собой не взял можно было взять чем дороге поговорить но я на телефоне сидел а выхожу приехал домой маша замариновала свинину сегодня будем делать шашлыки синим время день девочки у меня молодцы начали копать картошку пойдем посмотрим сегодня у меня вечером сосед приходит с ним нужно посидеть пообщаться какие мысли у меня есть голове но об этом все обязательно узнаете в ближайшем будущем это так просто съемочка на второй канал чтобы вы понимали видели что происходит как происходит чем мы тут занимаемся то есть получается прилетела поза вчера вчера я была там подготовить какие материалы видеоматериал этим занимался да че еще ради а только этим занимался на телефоне и видеоматериалы и сегодня вот на телефоне все костерчик грит как я кстати вот по этому вообще скучал блин вот очаг вот этот это супер тема вообще это просто офигенская такая вещь и она должна быть в каждом доме вот прямо рекомендую чтобы она у вас появилась что супер круто чушь зачем так близко то поставить кто это вообще-то придумал только что поставить не знаю вот картофан на рассказывать и давать картофельные леди что у нас происходит все крупная картошка хорошие название сколько ведер уже накопали а это все лечо или вы не про не убирали нет еще картошка да хорошая правда что будем шашлычок жарить кушать есть очень хочется очень-очень сейчас пока еще будет на телефоне надо во всякие порешать в процессе в этом картофельном я участвовать не буду прошу никогда почему никогда все узнает какие у нас новость еще есть так как я думал что мы уедем надолго ну вернее я уеду и потом мы планировали туда семью переезжать думал что хозяйство все нужно сокращать так как я вернулся обратно начинаем останавливать наше хозяйство смотрим сегодня где я обычно беру поросят у надежды я и позвоню мне нужно поросят на виду без проблем есть у нас поросят вот взял двух поросят по 4 тысячи каждый поросенок для бритки хорошие две девки беру только девок сюда 8000 прямо у меня пока есть покупать на подумать спланировать закупку на глазовском комбикормом заводе буду брать только там но старт у меня есть мне его хватит надолго месяц точно ну а там уже потом посмотрим это зайдем на склад посмотрим что с карман хотя так я вчера заходил я снимал видео вчера по приезду вот три мешка старше умный это финиш 1 20 еще паросяток надо кормить но тут у меня шашлычок насадил на шампура мяско сейчас здесь все прогорит и первый раз в этом месяце в этот месяц я буду есть шашлыки с ним скучал шашлычок у нас еще жарится чуть видеть немножко не понравился винт я уже не могу но нету терпения как я очень хочу сильно кушать вторых я очень хочу шашлык ну и в третьих просто вот я его сейчас возьму на камеру и попробую я думаю что это нереально вкуснятина не знаю как вы жили или могли бы жить месяц без шашлыка но я очень сильно хочу попробовать сейчас это сделал очень вкусно как же мне хорошо как резко и быстро меняются план насчет машины у меня есть вопросы надо машину просто полностью проверить провести диагностику и чем меня какие запчасти сейчас позволь мне говорят приезжай сейчас прям нифига себе ладно сейчас все бросает бегом ехать что туда ехать минут сорок там час обратно 40 верочку нужно будет успеть еще забрать все ругается то что я снимаю за рулем я постараюсь этого не делать пока помню надо сказать все съездил мне подсказали автосервис тут у ребят все посмотрели постучали простукали короче все 500 рублей всего денег взяли копейки я считаю недорого это значит надо менять говорю как помню может скажу неправильно задние шаровые менять на соленблоки или что там соленблоки елки-палки бумажки нет а вот мне в телефоне сейчас я посмотрю прошу прощения могут мне это не интересно мне это не надо и уже не хочу замена рулевой тяги левые колодки передние что-то сзади задние тормозные диски соленблоки две штуки масло двс масла нету и фильтра все воздушные все фильтра короче вот это все надо короче менять диски можно попозже сказали не обязательно сейчас купить можно часа поменять можно попозже вот эти тормозные колодки когда сотрутся тогда и по приборной панели у меня проблемы есть она бывает косни это тоже записался по электрике в другое место две тысячи рублей стоит воскресенье вот поеду дурик 3 ключи посмотрит электрику короче ну вот будем машину порядок приводить надо чтобы она вам еще долгий верно служил потому что по деньгам пока неизвестно до заработаем на новую будем вместе на старый вот такие дела позвонили мне по запчастям сказали завтра уже после обеда все будут в наличии по деньгам 14 500 но это все это метиски список которые вы видели там и диски и все 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 короче вот я не знаю может быть пятницу уже поеду все менять в пятницу если запишусь поеду и воскресенье электриков вот такой план действий то есть концу недели машина должна быть уже все колпитка вот я скучал по этой маске понимаете я ее за эти три-четыре дня пока ехал наносился столько что уши просто болели ужас заехал на заправку заскочил в краснокамск как думаете зачем а вот за этим купил цветочки ваш у меня месяц дома не было надо ее порадовать верочки купил все время 4 30 я бегом поехал за ребенком в садик день как люди у меня уже пролетел практически весь то видео сидел монтировал за компьютером тут думал тут технику там надо оборудованием такое смотрел чтоб купить можно можно что где купить поинтересней сейчас я собрался куда собрался я поеду на мусорку за одно увезу мусор весь что у меня есть поеду в краснокамск на по делам сгонять потом на обратном пути поеду надо заехать за картошкой картошку не дадут местные жители часто я знаю что я здесь я ее могу взять эту картошку думал что я здесь не буду жить вот так как я здесь жить буду поэтому я поехал за картошкой ну и потом за вера сергеевна поехала вот такой у меня план действий по верятам что катаюсь на картошку забрал мешок картошки пол мешка где-то морковки бартов на яйцо искали ничего не надо так не могу все равно дал яйцо это люди как-то год назад у меня брали свинину четверть 100 моментов чего-то больше не брали но картошку предложили не знаю не стал спрашивать неудобно как вот поехал я в садик за верочка время четыре часа немножко рановато ну зато уж сразу заберу вечер проведу семьей вчера саша в гости приходил сосед сегодня все не хочу просто семей потому что завтра меня тоже встречи запланировано еще с утра я поеду я хотел тут заехать еще еще не проехать то что с утра договорился насчет машин запчасти все пришли у меня до 2 9 утра нет и в 10 утра надо быть там по поводу машин время три часа я только выехал из автосервиса с сети до 3 5 часов проторчал замерз сегодня что-то похолодало нас вот уже еду домой значит заменили мне диски тормозные колодки тормозные задние заменили мне саленблоки задние и рулевую тягу левую и развал схождения еще не сделал передние тормозные диски и колодки будем менять почву пока еще нормально по времени скал по деньгам получилось 8100 рублей так вот не знаю дорого это или дорого напишите в комментариях о в ценах вообще не ездить мы сделали на мой взгляд быстро хорошо качественно что полностью везде присутствовал всех процессах все едут не знаю мне надо еще по идее шиномонтаж я колесо правая перейти что-то под спускает поеду не поеду не знаю заверочка скоро ехать сейчас посмотрим может проеду через шинку может быть не поеду вот и все можно выезжать шиномонтажки вот так шиномонтаж очка короче проблема знаете в чем была вот этот как он называется как он называется балансировку то когда делаешь грузики такие туда весит вот этот грузик через него пропускал как-то зажимал в резинку в шину покрышку колесо короче все запутался но вы поняли туда он зажимал немножко и немножко приспускал сейчас убрали другое место поставить в рядышком вставить все нормально так что еду теперь куда дверь сергеем доброе утро страна сегодня у нас понедельник я на выходные просто выпал из жизни я не знаю что произошло мне кажется просто села батарейка приехал тут такая движуха началась 1 2 3 4 5 в итоге что произошло отремонтировал машину мне еще там полетела катушка зажигания и поменял у меня была запасная пропаяли мне всю панель она у меня зависала вроде все в машина вся готова сделали геодезию участка был у меня пару интересных важных встреч ну вот и все новости пожалуйста пожалуй за эти дни которые были собакам нет шибака поехали мы сейчас машина сегодня же доставка в какой очереди число какое 30 число доставка сейчас мы уезжаем на доставку часть продукцию уже машине час сейчас заберу добро не было доставки поеду пообщаюсь нашими клиентами покупатель ну вот пока таких новости больше вроде бы ничего нового нет надеюсь что ничего не забыл собрались вот на доставку маша решила что сделать тебе хорошо сделать что думаешь ты думаешь я это плохо вижу какой целью это делает так-то маша была должна ехать в итоге нами такая говорит поехали со мной потом туда-сюда сейчас такая агридок чем может вообще один сеть мне жена такая ну чай сейчас это сгоняем время понедельник время 909 мы уже выезжаем на доставку а вчера ты где была вынуждена мера пообедать ресторана все эконом режим эконом переходит немножко не то чтобы сегодня вообще псих и ну немножко затарился прелесть мое настроение было не очень хорошие думаю надо как-то его себе поднимать ну что будем распаковку делать кстати первое что я купил объем они то я показ старый показывать старый новый вот есть ханькану целяпан вот новый все шуруповерт тоже метабо уже такой папа серьезней помощней метабо power max bs 12 да может быть эти вот я вот этот сравнил с бошем со своим старым ну может быть похуже чуть-чуть но целом мне понравилось первое что я купил это коннектор 100 штук не первое что я купила первое что мне попало потому что я их покупал вот отдельно 10 штучек они стоили что-то порядка 100 рублей а тут я за всю упаковку заплатил 310 рублей за 100 штук второе то что мне попалось под руку это краска пульт так как у меня есть компрессор вот купил краска путь 1000 рублей с таким бачком я думаю скоро мы его за тест инструкция но сейчас я детально разбирать не буду потом попользую скажу как и все такая штуковина я все уже забыл даже что такое заказывал как думать что такое может быть такой отдельной коробочке шло это у нас магнит фонариком он стоит 560 рублей фонарик включается выключается ну фонарик это не самая главная функция вот такой телескопический магнитик приклеил где-то что-то уронил два фиг достанешь теперь вот есть такая волшебная у меня палочка телескопический ну такой дешевенький варианте конечно бюджетники своих денег в общем стоит бывает гайка какая-нибудь он машине закатиться то еще чего-нибудь теперь такая штучка приблуды есть следующее что мне попалось при распаковке это шаблон очень бывает надо не знаешь как чего тут приноровиться стоит он тоже что-то рублей там 300 может быть 400 такой шаблончик с линеечкой тут все разлинован прикольная штука тоже пригодится следующий товар идет из серии блин что это за фигня я бы сказал если бы не знал а это резинка для холодильника холодильник бирюса эту же серию можно сказать подороже вот такая резиночка обошлась что порядка тысячи рублей надо заменить там уже порвалась у нас заказал еще вот такой органайзер эти под всякую мелочевку по моему их два заказа пришел только один всякий там электрику мило ну под всякую мелочь короче что однотипное что он был мелковат конечно ну ничего а это штангенциркуль электронный тоже пригодится гаечки всякими ридит что бывает не знаешь сверла какого размера она размер все был следующая вещь которую я заказал я-то думал это верстак на две части ну как подверг так такая штука она только на одну это не нравится я думаю что я буду делать возврат стоит она офигеть больше десятки день до на картинках было совершенно другое ну и последняя так сказать вишенка на торте это вот такой станок сегодня уже распаковку делать не хочу не хочу поэтому в следующий раз может быть в этом видео может быть другом пришла пора расчислить коня как лежит джунглины росли ужас сразу стану мотоблок и надо будет перепахать картофельное поле но как всегда техника делает мозги без ремонта тут по ходу никак и пока вообще не понятно в чем причина прочистил отстойник ржавчина стоял до запуска это сделать с этим весь в паутине теку ничего нам сейчас пахать а потом уже будем позже обслуживание делать на весну поле картофельное перепахано собран дополнительный урожай в размере пол ведра картофельный картошки картофельный картошки вот так сказал немножко она порезана ничего страшно давайте посмотрим чего нас с мотоблока есть вопросы знатокам но первых я это все делаю с помощью гусиных лапок всю эту культивацию пашку как правильно но это ладно это не вопрос вопрос вот какой первое вот из под этой крышки бен свете к у меня уже и такая резинка стиди такая не знаю чудо 2 здесь редуктора масло вытекает тоже вроде пленочка стоит все но тут у меня есть мысль на герметик посадить слить все масло залить новое чисто если в этом есть необходимость и посадить на герметик а вот тут тут не знаю что может еще подскажет вообще если время будет хочу из этого мотоблока и старом мотоблока который каскад ум не сделать один нормально мысли такие уже второй год есть но что-то как-то руки не доходит наконец-то я закончил с этим видео про англию вот они у меня уже здесь сидят надо было обязательно отснять чтоб вы понимали что произошло как произошло не то чтобы отснять а рассказать все я наконец-то рассказал видео выйдет ну уже нара позже после этого смотрите чаще кто показать купил я такую красочку песка струить песок специальный абразив ну я думаю это фигня я просто первый раз взял на проб вот такую взял ножовочку у меня есть но никита блин мертвый короче ножовку и чё-то я еще ак еще еще что-то меня прямо короче пробила на покупки керн кернить тоже такая мелочь но нужно чуть еще короче покупал не помню раз будем это хочу хочу сделать короче с помощью компрессора и песка строя не знаю что получится сначала сделала потом покажу в любом случае видео выйдет позже комментарии еще успеете писать это я уже немножко песка струю краски немножко многовато снял с местами вот так вот был и ржавчин здесь сейчас попробуем подкрасить но сначала хочу обезжирить лишний обезжирю это все ко мне вот так вот прилета сейчас попробуем аккуратно подкрасить ну вроде так неплохо получилось косички какие-то порог немножко зима песка струю покрасив грязь когда попадет уже не так будет видно но это лучше чем ржавчин не так и немножко можно так как камни камни летят а еще дворники он я хотел сделать ну-ка сейчас посмотрим что дворниками хотел показать как песка песка струется прикольно все кашлите украска уже высохла на капоте так что пофигу ну вот такая красота у меня получилось лучше чем ржавая да ну конечно видно что покрашены там еще тут я уже но это просто грязь не залезла я уже здесь вот солнышко сегодня тепло везде не будет тепло собаки на куропатка сбежал видите весело классно занимаясь процессами различными где нужно прикладывать и мешает это как бы дешево мешает пока не работаю короче очень много приходится думать поэтому поэтому что поэтому я не работаю я тут хотел показать сегодня я сделаю распаковку коробочки скорее сейчас вот этим делом всем займусь сейчас пойдем в огород покажу что у меня девочки какие дела на делали но немножко о планах на ближайшие там два дня а еще знаете короче вчера я понял что работать в этом беспределе нереально просто не хочу это можно 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 но я не хочу работать в таком беспредель поэтому мне нужно ехать за железом не знаю получится сегодня да и еще завтра только здесь хочу сделать стеллажик здесь хочу сделать стеллажик здесь будет Jesse так такое на колесик здесь будет полочка скорее всего здесь будет стол ну и может быть что то тут пока не придумал мне просто надо все так грамотно раз скидать здесь смотрите вот тут уже бегу это мне вчера отдали это не снимал отдали в деревню немножко подгнившиеся яблоки груши это все хрюша вот эту крюшу которая здесь большая я ее буду завтра убирать не буду показывать завтра я буду убирать все хватит так уже большая и обычно раньше выбирая намного раньше здесь у меня смотрите курочки молотки не подогнали тут молодок здесь сидели большие вчера мне их при вот этих подогнали они не уживаются вместе с большими больших отсадили вот сюда и они естественно сбежали надо вот тут что-то дело стенку какую я этим заниматься честно говоря не очень не очень здесь что у нас здесь что у нас был стекла кормовая да вот все это короче уже ликвидировали маша расскажи про ликвидацию огорода хочу нам быть тропинки все грязно засеять ну все тут скопать но не скопать так сверху и засеять горчицы дорожки а ты не будешь делать эту такую агро пленку сверху ну там типа как-то мульча или как это называется только для чего ну я не знаю это есть только кабачки какие-то сидеть под клубнику мама сказала естественно за клубнику она сказала ей не надо такое для клубники какое покажи нет не буду ну будем все в оборот дело начались нет кабачки ну в общем нет не будем этот рот это силе вчера понятно все и на против лица расскажешь как-нибудь видос бы чего у нас все по теплицам то как ситуация что происходит учет так подожди это не слышно еще раз спрашивали про лук порей вот он у меня конечно не дорожда нужного размером но мне достаточно его не буду хранить я буду сушить он был в кабачках если кто помнит не тот посоветовал его пересидеть мы его пересадили вот мы его стригли уже не один раз вот здесь и вот здесь он хорошо прижился все абсолютно все прижились уже даже дергали тут на еду это у меня придется в приправу но сколько-то поедим немного заморозим немного для супов все остальное как капуста капуста курицу табы желать лучшего кила у нас не сработало нет сработало средство но не на сто процентов поэтому даже не будет говорить ничего ты шустро видела проскочил не хотела зажать там она проскочил за шею ловить соседям улететь это кучу они это не не улетят все точно не улетят улетели да да ах ты ручка вот так вот девочки у меня тут уже разобрали что могли разобрать остальное буду разбирать я но так не хочется все это в мастерскую тыщить хочется там порядок сначала сделать для чего это будем разбирать что есть планы на это место у кое-кого кое-какие не знаю сейчас если я быстро освобожусь буду разбирать все это дело но пока нужно ответить на телефонный звоночек важен алё александр владимирович дубрут вы так долго спите что до молодцы вот и пришло время посмотреть что это за штучка у нас здесь такая место я до нее добрался нужно сделать распаковку посмотреть в каком состоянии все идеально не идеально если вдруг какие-то моменты чтобы успеть обратно сдать давайте посмотрим вот такая увесистая инструкция это видимо какое-то крепление чему-то под пылесос струбцина как что-то похоже на струбцин есть что в общем давайте я сейчас разберу соберу не посмотрим что это классно такая инструкция все прямо нарисовано все понятно всех языках не на самом деле вот есть кое-что сейчас будем разбираться как она вообще включается выключается что куда нажимать даже я чихнул здесь что-то тут это травишь население отравить химозу делать рассказываю в двух словах раз-два что такое погромче раскисляем почву нас очень кислая почва ничего это помогает нам хочется в это верить что это такое что это такое это известняковая доломитовая мука понятно все все поняли да как вообще ощущение тупо грядка по высоким есть какие-то впечатления не пололи в этом году вообще почему потому что травы но и даже если она оплату это вот так вот идешь не дергиваешь то есть вот так вот сесть заниматься прополкой мы этим не занимались в этом году совсем это то есть с чем связано с грядками или с чем видимо я не знаю не знаю с чем это связано ничего особенного не делали грунт все тот же что был в обыкновенных грядках не могу сказать чем мы вот не пололи урожай даже той же морковки гораздо лучше свекла крупнее чем было в обыкновенных грядках ну и ладно понятно с вами да вам все понятно ну что такому инструменту нужно уделять больше внимания изначально есть как бы даже интерес показать и рассказать что это такое по сравнению с тем что было до этого у нас вот такая у нас пила прикольно что в ней интересного ну во первых вы смотрите стопор то есть если нажимаешь газ ну или как пуск правильно не опускается ведь об и только тогда опускается здесь это включить выключить я так понимаю подсветка здесь функция смотрите есть какая секунду большую доску нужно распустить можно вот так вот на такую глубину делать фиксируем дальше дополнительный столик можно пошире не намного но все таки играет чуть-чуть роль угол запила как в одну сторону под 45 градусов так и в другую под 45 градусов это максимально вообще принципе удобно шкала видите все это четко можно еще вот эту штучку я не так не понял за чего тоже видимо стопор что здесь струбцина если надо что-то поджать вот так вот об зафиксировать здесь шестигранник так что тут у нас знаете для чего он это купил для чего я прихожу говорит что-то за приблудо очередной он горд циркулярка игры для чего у тебя же есть знаете что мне ответить чтобы ты тоже умела на ней пилить на это ты сможешь пилить видео снять нормально так дальше здесь у нас шкала указано да на какую глубину насколько вернее от пил будет дальше 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 что еще интересно вот так вот еще можно угол менять смотрите так как это делать вот так вот и вот так вот ваш об под 45 можно так вот отпилить еще там есть регулировочка плюс-минус 2 градуса это вот этот шпинька шпинька здесь чехол ну или под пылесос можно сделать сразу или вот так вот в чехольчик такой под сбор мусора ручка ну ручка немножко люфтит вот ведь так только поп-жал и понес что еще что еще что еще ну стопа здесь чтобы диск открутить подсветка должна быть но я еще пока ни разу не включал сейчас будем делать вместе с вами первый пуск так 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 ну вроде бы как все такое основное показал сейчас будем делать первый пуск и чего-нибудь с первой доской поколдуем посмотрим что у нас выйдет тяни включена значит проверяем первый свет вижу вот подсветка кстати диск метаба стоит но я думаю на какой-то резервный по-любому диски меньше шина с доски и с гвоздями могут быть и всякие разные так со светом и разобрались это может еще где-то что-то горит нет не видит нет вроде нет пуск наверно газ нажать здесь лазерная подсветки ну что пора принести первую какой-то экземпляр побаловаться а лазер там постоянно горит если сегодня а вот если вы делаешь включение постоянно горит подсветка лазер вот ведь прикольно и честно говоря вот даже такие бушные доски сюда не хочется как-то как-то не хочется их сюда ставить ну будем надеяться что здесь гвоздей нет инструмент новый так вот ложится все ровно ну что как это нам съемку то сделать и теперь держать на двумя руками так поставлю камеру вот сюда наверно даже понятно да что не хватает чуть-чуть на сюда сдвинуть пропилить не получилось этот доска по моему 150 еще раз глубины пропила мне не хватает смотрите у тебя стопор сюда выставил а ну так вот я выставил раз выставим берем еще раз так сначала устроимся как у нас было изначально вот так вот короче только с 33 раза я отпилил вот такой получается ровненький шикарный спил сейчас я в общем побалуюсь посмотрю еще и какие вещи она может ну и вам покажу что получается привыкать на к инструмент ну на серию он конечно тут будет здоров станок тут наверное вообще ничего нет я так могу предположить а нет что-то туда упала ну самую мало хрюшка еще какая хрюшка ну что буду баловаться кусочек откололся улетел вот туда знаю как он то достается номера как-то достается вот видели сами спил под 45 офигенский это по 30 градусов ну тут немножко что-то у меня косякнулась вот такой самое главное чтобы у трафарета сестроишь там но стропила или еще что-то там стоишь по трафарету чук-чук-чук-чук-чук отметку сделал потом напилил как тена классная штука однако суперская все только в резерве я думаю что на диск иметь обязательно без диска тут вот эту кушку болтается нормально пластик так что рекомендую еще смотрите какая штука есть удобно провод смотрю чик и все молодцы ну в общем в целом как вам такая вещь стоит она по моему 23 или 24000 такая модель 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 чё где модель шильдик это нет что ли на коробке чё написано а вот кгс 216 м что значит гир германия модель чин очень интересно это как этот короче сделала в китае 5 все вещь мыслях бумах думаю планирует что ты забыл про камеру не снимаю а что не снимают а надо поснимать шашлык грудка и крылышки курин как сегодня будет кому-то вкусно сегодня кстати последний день похоже тепло и надо успеть насладиться впитать себя лучи ультрафиолета теплая погода и потому что потом обещает дожди плюс три по ночам все на спад короче поэтому максимально на улице на сегодня время провести мяско с решеточки снятым это я в любом случае сейчас все съем это не выкидывается просто хочу ну как хочу покушаем на камеру все какой вариант есть больше по-другому не скажешь курочкам тут и грудкой крылышки и бедушки чё только нету короче луку горяч пробую нежнейшее домашнее мяско вот вкусно бегом домой кушать пятница 3 сентября 7 часов 20 минут экземпляр у нас уже готов к обработке вода горячая ну вернее вода поставлю нагреться сейчас приду быстренько позавтраку и пойду работать дальше очередной сюрприз с утра как думать чтобы это могло значить это ладно я сейчас дома даже ничего не показываю на котле все нормально а это произошло он сбой произошел в котле не знаю с чем связано получается датчик температуры которые выходят вот здесь провод идет который погружается в косвенник бойлер косвенного нагрева он как бы на данный момент сейчас не считывают температуры упал он не считывает нужно сделать настройку в котле один из параметров нужно изменить чтобы он заработал сейчас вам покажу как это сделать необходимо зайти в настройки котла выбрать параметр l2 проваливаем все в него так как провалиться выбираем параметр 2 4 е посмотрите значение единиц нужно поменять на ноль сейчас смотрите что произойдет как только я поменяю ничего не произошло а не запомнил вот на подержать редко такое бывает но бывает о слышите включился котел заработал сразу идет сюда нагрев воды пойдет не знаю с чем это связано но где-то раз может быть в полгода может быть реже даже вылетает вот такая ошибка главное здесь на котле не показывает видимо старый какой-то более модели давление сплите на единички можно подкачать что вверху батарея там может не додавлю а вот на датчике температурным который вынесен нас в гостиную большой комнате там вот это дело все показывают пошел нагрев по трубам нет еще не пошел ну не так быстро постепенно постепенно сейчас водичка нагреется но если бы дома меня не было и вот так вот вызывать мастеров это стоит минимум три тысячи рублей стараете вот так вот эту ошибку исправить что приехали еще ждать нужно там день вам уже быть три тысячи рублей ой три тысячи рублей давайте в заключении здесь посмотрим что ведь 23 градуса шибко ушла и пошел нагрев время у нас 950 с не первая часть работы сделано все четверти здесь это четверть ну почти целая на продажу весит на смотреть ну где-то 38 килограмм весь вот эта четверть сейчас взвесим заднюю которая маленькая там побольше и прикинем сколько вес семьи у нас уж это 24 весит маленькая то есть сколько там был 38 плюс 24 получается 62 килограмма то есть общий вес у него состоял 120 плюс крюшки где-то порядка 7 месяцев обычно я убираю раньше но так как я уезжал так у меня не был что собирать пусть вес шикарный доставку половины передней четверти это забрали на 17 килограмм до половины так у нас доставки сегодня нету мне на в город по делам мы попросили ну ладно доставка у нас десятого двадцатого тридцатого куда вообще снимаю виде мне не видно сейчас тушку это сюда аккуратно положу ничего не натекло но на течет по-любому так что ну как есть такие все помчался в город отвести мясо 1 2 мне надо комбик заехать купить мешок блин проговорился это вырежу комбик на мешок купить доставка только на следующей неделе будет если бы я заказал в глаза но пока нет потом еще куда мне надо заехать а хомяк вот я все так хотел как мечтал хомячка этого вам поснимать итоге не успел что-то где-то в кадре он по моему был или не был не знаю вчера хлопнули татьяна юрьевна руку предложил он сбежал начала его ловить и все поеду где-то хомяка надо короче за ним уже там два объявлений ну вот тут никто не берет чухами камни а еще мне нужно заехать на центральный рынок знакомым который которые для нас приготовили что саженцы клубники пока это всю ночь на вот эта собака здесь бегала литюшку дразнил саженцы клубники ну и я что-то маша там положила на барсах пакетик какой-то продукту какой-то положил ну и диски еще хотел заодно купить к этому циркулярки но все поехал еду мечтаю что-то не знаю о чем домой уже еду значит мясо отвез заехал там клубнику забрал вот еду по центру перми слева у нас это драм театр справа очередная стройка деньги жена как-то зарабатывать вот хомячки джунга реки купил двух этих джунга река в две девочки сейчас еду домой надо еще минут с комбикормом что-то решить знаем буду заезжать и куда-то не буду подумать по ходу дороги может заеду в краснокамск может там где-то что то есть но я сомневаюсь так то надо было в перми бы заехать в перми это ехать очень очень далеко поэтому даже не знаю как быть мне все дождик на улице идет заехал заправился газом газ 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 стоят у нас уже 3150 еще буквально когда неделю назад приехал стоил 3050 это пропан бутан насколько интересно стоит газ других регионах цена за год выросла почти на 10 рублей не не почти на 10 заправщиком разговаривал как вот выборы пройдут это опять бенз подскочит также будет один к то есть сейчас газ 30 то бенз 60 будет ой не знаю не знаю смотрим цены конечно вообще приятно удивляет на заправках все еду я в краснокамске сейчас было комбик короче комбик я по трассе заехал там нет того то что у меня здесь еще заеду в краснокамске если здесь нету даже не знаю как и быть так то у меня куплен привезут на следующей неделе я посмотрю за одного сколько бенз стоит 92 46 34 1 острым заправляюсь пока разница конечно еще смешно очень смешная даже разница 15 рублей фига себе приехал я на базу тут была очень крупная база где продавались комбикорм продавали комбикорм а ее нету у нас закрылась обалдеть чё делать ну поехали подальше там еще может варианты сидит ладно как бы комбикорма не так даже его и купить негде получается так что обалдеть еще заехал я еще в одно место здесь тоже ничего нет только старый оскол но это все просто шляпа шляп шляпа овощей нереально шляпы кто ведь сказали мне на ту базу на которую заезжал она в другой проскочим на другое место переехал попробую туда заехал но там тоже вряд ли лазовский вообще фиг найдешь в крайнем случае можно богданович за никакой не старый оскол не оренбург ничего ну классно что нашел эту базу и чего вы думаете оренбург старый оскол и курск ничего не мне вообще не подходит вообще ничего не подходит короче ну ладно думаю какой вы самый дорогой оренбург может оренбург взять или как думал думал вариантов думаю нет по-любому надо брать став тачил читать срок водности смотрю июнь от июня комбикорм июнь а он три месяца июнь июль август он уже в просроке буду пофиг продают на сентябре нас как будь я щи ничего не понимаю камера чуть не упал как быть да никак не быть торопить водителем не придет что быстрее мне привезли такая петрушка собрался я за пилом соседом тут мешки подопил еще только чтобы не в буквально буквально полчаса назад мне привезли материалы вот такие покажу вам покажу полипропиленовая труба 25 20 еще показать станция насосная там фитинги должны даже не смотрел ну и пнд-шная труба 32 100 метров бухт для чего мне это надо я уже на горьком опыте научился ничего никому рассказывать не буду пока не сделал сделаю обязательно покажу и расскажу вот сейчас мы поехали значит за пилом потом если получится я захочу загрузить металлолом отвести металлолом и мне нужно купить профильную трубу 20 на 40 сколько штук ну не знаю посмотрите какие цены так штучки там 456 труб хочу купить потому что у меня верстак дела стеллаж делал я посмотрел 20 на 20 есть 20 на 40 нет все пошел окорочек соседу надоело мне ждать долго более движуха сегодня просто капец посмотрите какой мешочек и пил привез обрызги дождики камера чуть страну ничего вот смотрите вот такой мешочек конкретники и тут еще мелочевка много ездил за металлом короче не поехали сдавать некогда был потом следующий раз у меня его не так много съездил купил профильную трубу 20 на 40 2 миллиметра толщины 6 палок вот сюда пока положил 6000 6 палок 6000 прошу цена в шоке от таких цен сейчас поехал знакомый мы запчастями занимается заказал у него катушку зажигания нету резервной катушки зажигания вот я у него заказал сейчас позвонил ска едет надо на трассу подскочить быстренько забрать эту катушку зажигания и все на сегодня все отстрелялся очень насыщенный день помимо этого еще было очень много интересного того что вы узнаете чуть позже привет привет мадемуазель короче заехали еще у меня пришли посылки еще пришли посылки что я заказал посмотрите такая коробочка пришла ну еще тут немножко уж магазин хотели заехать кресло руководителя вы видели кресло руководителя он себе купил кресло руководителя блин срок службы пять лет короче это мы же магазин хотели здесь ты хотел от магазин у нас отросам хотели здесь деревне магазин открылся события мы хотели взять посмотреть и не поехали еще секунд учу тут прикупил всякие приколюхи что посмотрим быстренько покажу неохота мне сегодня делать распаковку смотреть давайте вот что-то скрыто там ничего такого серьезного потом как-нибудь вам покажу вот такой трафаретик маленький такой за раз ну это удобно очень хорошая штука здесь ручка для холодильника на я думаю она не подойдет здесь точилка для ножей тоже и одессе такую коробку этот как ящик под инструмент и кресло все все я пошел домой постараюсь если получится собрать кресло может быть я вам это покажу может показывать не буду что сегодня подустал немножко день такой насыщенный забыл еще вот катушку зажигания типа вроде как оригинальных что ли касари 400 вообще короче сена когда вконтакт по запчастям примите я все беру не очень нравится цены нравится скорость нравится все все короче нравится и качество пока проблем никаких не был сна напишите в комментариях а потом как-нибудь познакомлю вас с этим человек все это мой завязать руководить хорошо ой простите у вас не туда оба хочет это покажу от мира не по вода получится смотреть оп выше стал ничего себе давай хомячков-то твоих посмотрим что с ними что случилось ты можешь рассказать расскажешь мне почему был один стало два не знаешь как и зовут там у нас я спят еще а ты спать собираешься нет суббота 4 сентября я знаете что-то вчера на собаку посмотрел видео даже про это решил снять все ты доел что ты какая-то она ты не доела вон лежит кусок сейчас еще поешь у тебя наверно заберут больно большие пакеты такие там сразу за килограмма 20 идет ваша механической обвалки я посмотрел на собаку меня на не очень понравилось что за безобразие тут стоит такая глюк кто-то стучит в окно вера там баллы короче про собаку какая-то она вся такая облезла я какая-то не очень симпатично тут у нее что-то морда у неё там какая-то увидеть как аллергическое какая-то я решил сделать профилактику каким образом сегодняшнего дня начал ей давать асд 2 фракция sd 2 1 миллилитр на 19 миллилитров разводится шприц большой 20 миллилитров вера там полуц слышно и ну вам не слышно наверно мне слышно и вот этот шприц 20 миллилитровый то есть привет не я сейчас домой иду холодно тут хорошо смотри давай папа тут видео снимает и вот один миллилитр на 19 миллилитров и вот этот шприц закачиваем насильно впасть капля и 10 дней подряд надо давать это первое что я хочу сделать вот смотрите тоже не грязный какой-то не очень какой-то локоть нравится после того как я пропаю sd хочу еще витаминки и подавать у меня планы по собаке сегодня кстати поедем моей маме в гости камеру с выбрать не буду хочу просто отдохнуть и от камеры и вообще в принципе отдохнуть развеяться с ночевкой по и ну не знаю может быть до обеда уедем и приедем только завтра так что не теряйте вот я и дома собаку пришел кормить вчера и дал sd 2 1 миллилитр на 20 миллилитров по моему я про это говорю сейчас вот еще раз да и мясо кормлю мясо она любит нас учала лекарства пошел за лекарств сегодня у нас воскресенье а я все я щас короче так буду делать я понял буду каждый раз вот вам показывать сегодня его час 30 воскресенье 5 сентября надо заканчивать этот длиннющий видеоблог который уже снимают сколько неделю или двери снимается так длинные такие видео я давно не снимал вот и и все есть мать новый сюжет раздам собаки лекарства это раз второе татьяна юрьевна уже почистил у хрюш сюда мы посадим мелких хрунделябр а сюда надо будет тоже почистить быстренько мы посадим куриц молодых я короче тут опрыскивала гитой нифига нам кажется уже не помогает он чудо на свинобазы какие-то щепки туннели тут смотрите сколько мух короче нифига она не помогает агит сейчас возьму горелку газу и пройдусь горелочка всех обработаю термообработка будет помещение собаку забыла собака потом термообработка покажу походу вам снимаю сегодня капец холодно 9 градусов шприц миллилитр на 19 милий собаки нас как она будет сопротивляться молодец молодец но это очень невкусная штука нереально невкусно это же сам как-то пил конечно очень гадость все давай ешь одежду не знаю что у меня с этого выйдет со всего но будем пробу баллон это конечно процедуры не очень безопасно но нужно быть эффективен надоели они мне эти мухи вот просто да и ничего не помогать мы их будем ликвидируем баллон спички испанский что-то сегодня стояние такое ничего не хотят делать и фу-фу-фу-фу блин чего происходит и фу-фу-фу прямо сыплется по мне на голову ну газ слабый кгит Продолжение следует... 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 Все, на сегодня я с вами прощаюсь Пишите, комментируйте Все читаю, все смотрю, ставлю лайки, отвечаю на комментарии Всем спасибо за внимание, удачи, пока-пока